Вы, наверное, помните подсистему от компании Joyetech под названием Avio-C, которая обладала хорошим вкусом и отличной затяжкой. Совсем недавно они показали новые одноразки под названием Avio-D, которые обладали действительно насыщенным вкусом и просто обалденным никотином. А сегодня я расскажу вам про новую подсистему, которая с легкостью посоревнуется с Battlestar или Sharon Baby. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике мы поговорим с вам про Avio Box от компании Joyetech. Девайс поставляется в небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, есть его название и логотип компании. На противоположной стороне все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом видим сам девайс с предустановленным картриджем. Под поролоном располагается небольшая коробка, в которой лежит кабель USB-C, два испарителя, гарантия и инструкция. Габариты у него небольшие, высоту он всего лишь 75 мм, и это с предустановленным картриджем. Производитель порадовал нас лишь четырьмя различными расцветками, среди которых встречается белый, черный, синий и бирюзовый. Корпус мода состоит как бы из двух частей. Одна полностью гладкая и глянцевая, а вторая покрыта очень мелкими насечками. Также тут имеется гравировка названия девайса. А боковые грани остались такими же рифлеными, как и у старшего брата Avio C. На корпусе девайса есть всего лишь одна кнопка, но она выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство. Во-вторых, при нажатии на эту кнопку напряжение подается на картридж. Ну и в-третьих, этот девайс обладает несколькими режимами парения, и они переключаются при помощи той самой кнопки. Для того, чтобы переключиться в один из трех режимов парения, вам нужно три раза нажать на кнопку Fire. Внутри этого небольшого девайса спрятался поистине огромный аккумулятор на 1000 мАч. Заряжается он силой тока в 2 А. А это дает нам понять, что от 0 до 100% он зарядится примерно за один час. Из интересных нововведений я должен отметить вибрацию. Девайс фибрирует каждый раз, когда вы устанавливаете новый картридж, когда у вас садится аккумулятор и когда у вас заканчивается жидкость. В последнем случае девайс просто перестает подавать напряжение на картридж. Вот чекналы и дошли ничего. Сделано это для того, чтобы вы случайно не нажали на кнопку Fire в тот момент, когда девайс лежит либо в вашем портфеле, либо в вашем кармане. Ну и пару слов про картриджи. Объем 2 мл работает на сменных испарителях с сопротивлением 0,8 и 1,2 Ом. Они поддерживают технологию АСТ, которая улучшает вкусопередачу и увеличивает срок службы каждого испарителя. Ну и конечно же не стоит забывать про то, что в данном девайсе есть регулировка обдува. Настраивается она очень просто. Вы снимаете картридж, поворачиваете его на 180 градусов и устанавливаете обратно в корпус девайса. В конце ролика смело говорю, что данный девайс подойдет любому пользователю, как начинающему, так и с большим стажем. У него хороший вкус, отличная никотинопередача и довольно приятная затяжка. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.